На 2020-й перед городом стоят четкие задачи, при этом ключевые показатели – экспорт товаров и услуг, привлечение прямых иностранных инвестиций и трудоустройство жителей на вновь созданные рабочие места. По планам, в следующем году вакансии появятся в новых торговых центрах, которые строят в авиагородке и на Минской, а также в детском саду в 7-м микрорайоне и автоцентре на проспекте Георгиевском. Только за счет создания новых предприятий и производств задачи на 2020-й трудоустроить 1300 человек. Основа его достижения – это прием на работу на предприятия, созданные в 2019 году, а также на те предприятия, которые будут зарегистрированы в городе в 2020 году. На сегодня зарегистрировано 108 новых предприятий на уровне прошлого года. Целый ряд предприятий планируют набор в 2020 году в сфере торговли, общественного питания, производства различных видов услуг. Планируется также и открытие 110 новых коммерческих организаций. Большинство из них напрямую касаются сферы услуг. Кроме того, предусматривается создание новых рабочих мест и на действующих предприятиях. Среди них и ковер-проба, бруська «Громаж», красный пищевик, мясокомбинат и завод КПД. Важнейшим индикатором по-прежнему остается уровень оплаты труда. По городу отмечают специалисты с января по ноябрь. Зарплата жителей выросла на 106 рублей. В текущем году по оценке нам не удалось выйти на запланированный уровень заработной платы в 943,9 рубля по оценке 873,5. Задание на 2020 год по уровню заработной платы по городу определено на уровне 1000. Этот показатель заложен и в комплексный план ускоренного развития города Бобруйска. В целом же для руководителей организации 2020 год будет напряженным и нелегким. Однако все показатели должны быть выполнены. Председатель горесполкома Александр Студнев акцентировал. Все имеющиеся ресурсы для достижения поставленных целей необходимо задействовать. Есть задачи, ее нужно выполнить. И других целей ни у кого не должно быть. Кто не с нами, тот пускай в 2020 году думает, что он будет дальше делать. Это касается руководителей вас. Задачи поставлены, теперь необходимо работать над их выполнением. И уже с 1 января, чтобы не откладывать главное в долгий ящик. Ведь 20-й – последний год пятилетки. Потому именно сейчас стоит наверстать упущенное и сделать работу над ошибками. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова